Званный гость Культурной столицей Белоруссии Предлагаю сегодня поговорить об искусстве Тем более, что гость в студии Основатель культурной площадки G11, она же галерея Паша Муцелевич Паша, добрый день! Добрый день, Виктор! Поздравляем вас С возобновлением вашей творческой Деятельности Паш, насколько мне известно, ты По специальности архитектор Вот объясни, тогда откуда Такая тяга к искусству? Да, я архитектор Ну, по сути, архитектура Ведь и есть отдел Искусства или вид искусства Поэтому, даже обучаясь В универе Нам прививали Любовь к искусству Разных видов И живопись, и скульптура Сама архитектура Ну вот, это если вкратце Ну а сам ты, может, на музыкальных инструментах Играешь каких-нибудь? Когда-то Когда искал себя Когда родители Когда родители искали для сына Применение То Я некоторое время занимался на гитаре И к этому склонность есть Мы в наших вечерах Иногда Музицируем Да Вот ты можешь вспомнить тот момент Когда Вот Осознал, что тебе мало наблюдать За искусством со стороны А хочется вот непосредственно принимать В этом участие Быть инициатором И организатором В этой сфере Это интересный вопрос Наверное, даже сложный Я сам себе его задавал Но, скорее всего Все в жизни идет Наверное С юношества С детства Что в тебя вкладывает Вкладывают родители В какой ты среде находишься И, наверное Особенно при поступлении В универ Архитектурный Я проходил В нашем музее Когда-то была Изо студия И, находясь вот В атмосфере искусства В атмосфере вот этих Белых чистых стен Наверное Там Было Заложено Заложено Какое-то скрытое желание Потом Был долгий период Поисков Творческих Работы Работы как Не на себя Потом на себя И вот в шестнадцатом году Если можно так сказать Это случилось Как вы сказали Я понял Что Стало мало чего-то И Как-то спонтанно Спонтанно Это как вспышка Вот я Припоминаю Это было как вспышка И особо Особо Не задумывался О последствиях Которые оказались Кстати Очень Интересными Ну Был, наверное Какой-то круг Единомышленников Или людей Которые поддерживали Вот изначально Этот проект Галерея Задумывался Как что? Как галерея То есть Занимаясь архитектурой Да, я понял Что нужно Что-то добавлять И Пришла идея Просто создания Художественной Галереи И на этом На этом Вот На этом порыве Все было сделано Лишь потом Спустя некоторое время Начали добавляться Единомышленники Художники Стали предлагать Свои проекты Я с радостью Принимал их Мы делали Классные вещи Концептуальные вещи И Мы на этом направлении Остаемся И Как продолжение Вот этой вспышки Да Начала формироваться Команда Очень много Интересных Творческих Людей Присоединилось Если можно Назвать Имена То Всем известный Саша Блохин Музыкальную сферу Курировать Я так понимаю Да То есть Так получилось Что Мы с ним И вовсе знакомы Наверное Даже с 2000-х Интересно У нас знакомство Но это Отдельная история Позже Присоединились Игорь Куди Леша Врублевский Талантливый Скульптор Искусствоведы Екатерина Инчевская Художники Александр Варакса Позже К нам Стали приезжать Минские И художники И музыканты И вот Как-то Этот ком Начал Из маленького Комочка Потихонечку Потихонечку Превращаться В тот ком Который Возможно Он превратился Сейчас А может Он будет Дальше Еще больше Ну Насколько Я понял Начиналось Все-таки Все с Изобразительного Искусства А потом Все жанры Остальные Виды искусства Они как бы Добавились Или было Изначальная Задумка Что будет И музыка И скульптура И живопись Там И вот Все Наслоения Все виды Больше Изначально Конечно На изобразительное Искусство Но Кстати Я забыл Упомянуть Ольгу Лукьян Она Сейчас Директор Лицкого Музея Которая Дала Такие Наставления Наверное На будущее И где Посоветовала Проводить Квартирнички Небольшие Но Не более А потом Как я Повторюсь Все Начало Ком Катиться Дальше И К нему Присоединялось Больше Снега В хорошем Смысле Нашел Такое Описание В вашей Галерее В какой-то Из Статей Вас Называют Бункером Лицкого Андеграунда Как ты можешь Это прокомментировать Ух Я не помню Когда появилось Это И в какой Статье Возможно Это Выражение Появилось После наших Последних Изменений О которых Наверное Мы еще поговорим Получается Что Галерея Была создана Если можно Так выразиться В апреле Шестнадцатого Года То бишь Уже Скоро Будет Пятилетие То есть Период В принципе Это не очень Большой Но уже Достаточный И за это время Я так понимаю Было много всего Интересного Обо всем Мы конечно же Не поговорим Но давай Вспомним Какие-то Наиболее Значимые Знаковые Моменты Которые Запомнились Тебе По тем или иным Причинам Может быть С какими-то Сложностями Может быть Наоборот Какие-то Участники Были Запоминающиеся Да Действительно Пять лет Уже скоро Такое ощущение Что прожита Большая жизнь И конечно же В формат Возможно Вашей передачи Мы не уложимся Но я постараюсь Вспомнить Самое главное Что может быть Интересно И слушателям У нас были Известные музыканты Художники Если вы знаете Нави Бэнд Знаменитый наш Очень талантливый Коллектив Была потрясающая Встреча Также Можно назвать Нашего Наверное Даже партнера В команде Иван Кирчук Мы не ожидали Что случится Так что он Станет нашим Другом Если можно Сказать Наставником В чем-то И Самое Наверное Запоминающееся Это был концерт Троицы Это наше Белорусское Достояние Вот как раз Такий Иван Кирчук Может быть Кто-то Не знает Из наших Слушателей И возглавляет Это на Трио Троица И вот этот Человек Вообще Колоссальный Вклад Вносит В развитие Нашей Белорусской Культуры Мне тоже Удосужилось Удалось Лично С ним Пообщаться Познакомиться Я остался Под огромным Впечатлением Да и кстати Он литчанин Это тоже Гордость Наши Всех Плавно Мой Предыдущий Вопросы Перетекать Следующий Да Нави Бэнд Ты сказал Кирчук Кто-то Может быть Еще Из художников Может быть Другие Виды Жанры Фото Видео Что-то Еще Такое Да У нас Были Как известны Литские Художники Одно Имя Можно Назвать Это Александр Варакса Он Друг Союза Художников Белоруссии Мы с ним Тоже Стали Практическими Друзьями Партнерами Мы с ним Если так сказать Ползали на коленях Когда строили галерею Вот И это был Очень объединяющий момент И Вдохновляющий Вот Ну а Потом Спустя Некоторое Время Работы К нам Пожаловали И минские Известные Художники Сергей Писаренко Очень Хороший Человек Очень Интеллектуальный Интеллигентный И выставка Получилась Такая же Но Опять же Было Очень много Мы наверное Сейчас Не вспомним Если даже Мы кого-то Упустим Пожалуйста Извините Нас Творческие люди Но мы О всех Вас Помним Всех Вас Благодарим Продолжаем Беседу С Павлом Мацелевичем Основателем Общественно-культурной Площадки Галерея Паша Объект М Таинственный И загадочный Что это такое? Для нас Он сам Остается Пока что Загадочным К сожалению Мы не можем Пока раскрыть Всех секретов Потому что Потеряется Некая Элемент Неожиданности Но это Как раз Будет Новая Новая Галерея Неожиданная Необычная Которая Возможно Нет И Ну В Гродницкой Области Точно Но это Будет Но что Можно сказать Это будет Общественно-культурный Объект С Гастробаром И Художественной Галереей То есть Многофункциональный И повторюсь Очень необычной Формы И содержание То есть Это будет Место Дислокации Скажем так Да Но тогда Вопрос возникает Другой Да Где вы до этого Ютились И вообще Вот на протяжении Развития проекта Вот Где вы Показывали Вот И реализовывали Все эти проекты Интересная история Интересная история Я хотел бы Вообще Вам Сказать так Что Эта история Может быть О том Как Нужно верить В свою идею Как Нужно ее Не бросать И При любых Испытаниях Продолжать Все делать Потому что На пути Галереи Да Были несколько Сложных моментов Когда Мы Меняли место Дислокации Из-за того Что Мы вырастали Из этих Помещений Но Был сложный Момент Когда Пришлось Приостановить Нашу деятельность Из-за Большой усталости И Некоторых Других Проблем Вот И В этот Момент Кстати Родился Проект Apple Garden Это Яблоневый сад То есть Я искал Как же Как же Поддержать Пускай даже В интернет Пространстве В онлайн Наши Творческие Поиски Вот И Но потом Потом Случилось Для меня Лично Для меня Чудо Наверное Чудо Во-первых Ребята С которыми Мы познакомились С которыми Мы делали Много Интересных Дел Они Меня Вновь Выдернули В эту В это Движение И Как раз В этот момент Это Произошло В начале Этого Года Мы Объединились С очень Интересным Бизнесменом Меценатом В Лиде И Вот это Продолжение И Потом у нас Начали рождаться И Объект М И И то что Вы упомянули Наш проект Vega Social Club Ну вот Давай Сразу И поговорим Что это за проект То есть Вот когда Бизнес С культурой Слился Воедино Появилась Такая Идея Как Vega Social Club Что это Подробнее Давай Да Кстати Произошло Абсолютно Нетипичное По моему Мнению История Для Города Лиды Нашего Нашего Наверное Уровня Когда Бизнес Поверил В креативный Класс И когда Случайно Соединившись Найдя Общие Интересы Начали Рождаться Очень Интересные Мысли И Проект Vega Social Club Это Наверное Аналогов Ему Возможно Нельзя Будет Найти Потому Что Опять Немножко Повторюсь Бизнес Объединяется С искусством Это Будет И уже Начинает Формироваться Общественно Культурная Платформа Где Мы Модернизируем Строим И создаем Комфортные Условия Для того Чтобы Творческим Людям У которых Есть Проекты Творческие При Взаимодействии С людьми Бизнес Класс Если Можно Назвать Чтобы Эти Проекты Могли Реализовываться И Кстати Вот Наша Вспышка Я ее Называю Эту Дальше Да Почему Почему Нет Почему Бы Нет Но Конечно Может быть Другое Слово Где Бизнес Может Помочь Искусству И наоборот Где Все наши Задумки И идеи Которые Мы Несли На протяжении Вот Этих Четырех Лет Могут Выражаться Выливаться В неожиданные Проекты Ну и вот Первый Такой Проект Да Если можно Так назвать В рамках Вега Сошел Клаб Это будет Открытие Творческого Этажа Как вы Сами Его Обозначили Да Все верно Кстати В формате Нашего Проекта Вега Сошел Клаб Он Настолько Масштабный И Настолько Серьезный В его состав Войдет Множество Множество Сооружений Пространств Как творческих Так Производственных Креативных Культурных Что Мы поняли Чтобы реализовать Этот проект Полностью У нас Уйдет Конечно же Еще некоторое Время Но Чтобы Заявить о себе Мы решили Открыть Да Творческий Этаж Который Расположится На третьем Этаже Где Как раз Таки И созданы Вот те Условия Продюсерского Центра Для Творческих Людей У которых Есть Интересные Задумки И Где Вместе Мы Сможем Их Реализовывать Ну Ну И Давай Давай Немножко Заглянем В Будущее Вот Какие Проекты Наверное В далекое Будущее Мы все-таки Заглядывать Не будем Но В ближайшее Будущее Помимо Того Что Мы Говорили Открытие Творческого Этажа Что Дальше В ближайшей Перспективе Самым Важным Самым Важным Если немножко Повториться Это Объект М Мы На него Делаем Возлагаем Большие Ожидания И Граффити Фест Мы хотели бы Спровоцировать Спровоцировать Хорошее Подходящее Ли Слово Но Собрать На стене Длинной Стене Интересных Художников И уже Дали согласие Известные Художники Сергей Русак Это Талантливейший Граффитист С которым Мы будем Вырабатывать Идеи И Хотим Чтобы на этой Стене Появилось Как можно Больше Интересных Мыслей От Как можно Большего Числа Художников Но Чуть позже Мы объявим О этом Конкурсе Подробнее Сейчас мы Только ищем Название Его Ну что же Паша Хочется Пожелать тебе Успехов Во всех Твоих Проектах Реализации Тебе Всех Задуманных Идей Мы конечно же Будем Следить И возможно Мы встретимся Еще раз Вновь В этой студии Где ты Расскажешь нам О новых достижениях И о новых Масштабных Грандиозных Проектах С удовольствием С удовольствием Через лет Пять Наверное Когда можно Будет Что-то Представить Вам Успехи И кстати Хотел бы Сказать Еще Что Хоть Я у вас В передаче Очень Приятно Но Я как бы Я являюсь Представителем Большой команды Которая Включает в себя Множество Интересных Людей Они конечно же Мы не смогли бы К вам прийти все Потому что Мы бы здесь Заняли много места Вот Поэтому Все благодаря Команде И благодаря Вот этот масштаб Благодаря нашему инвестору Ну и В завершении нашей беседы У тебя есть прекрасная Возможность Как раз таки Может быть Передать кому-то Приветы Сказать что-нибудь В адрес наших Слушателей Привет всем Летчанам Желаю Желаю всем Летчанам Заниматься С интересными вещами Верить в себя Верить в будущее Потому что Беларусь Наша хорошая страна Очень талантливая Хотелось бы Привет передать команде Всей команде Родителям Всем Кто меня знает Ну и Вижу Что ты не с пустыми руками Поэтому Расскажи Что ты С собой взял Что это такое Слушатели Не смогут Увидеть Они Возможно Это картина Очень интересного Художника Лицкого Паши Казака Который тоже В нашей команде И пускай Пускай это Позитивный Набор красок У вас Останется На память о нас О нашем разговоре И радует Вдохновляет Только в рамочку Нужно взять Спасибо большое Паше Обязательно Друзья Сегодня Обеседовали Гость студии Паша Мацелевич И ваш покорный слуга Виктор Торчинский До встречи В эфире Твое радио Званый гость